Добрый день, уважаемые президиумы, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию работу, выполненную на кафедре урологии Ростовского государственного медицинского университета. Хронический рецидивирующий бактериальный простатит является одним из самых значимых заболеваний репродуктивной системы мужчин. Обусловлено данное обстоятельство многогранностью этиологических факторов хронического рецидивирующего бактериального простатита, затрагивающих гемодинамические, микробиологические, иммунологические и другие звенья патогенезозаболевания. К факторам риска рецидива простатита относятся аномалии репродуктивных органов, микс инфекция, рост резистентности, нарушение гемодинамики, дефицит тестостерона. Все это изучалось на протяжении последующих лет и широко освещено в литературе. Интересным является изучение иммунологических звеньев патогенеза хронического рецидивирующего простатита, а именно иммуносупрессия в ткани простаты. Для возникновения простатита недостаточно только присутствия инфекционного возбудителя. Необходимо наличие структурных, морфологических и функциональных изменений в простате, которые приводят к нарушению барьерной функции органа. При хроническом бактериальном простатите происходит комплексное нарушение иммунонейроэндокринных процессов в простате. Иммунологические особенности играют ключевую роль в препятствии распространению инфекции. Дисфункция иммунной системы, в свою очередь, приводит к изменению цитокинового профиля, нарушению межклеточных и межсистемных взаимодействий, формированию аутоиммунных процессов клинически, формированию хронического бактериального простатита и развитию хронического болевого синдрома. Постоянное воздействие факторов риска, факторов патогенности микроорганизма и антигенного раздражения приводит к срыву компенсаторных реакций, а, соответственно, к декомпенсацию и нарушению функции органа. Были обследованы пациенты в возрасте от 20 до 45 лет с диагнозом хронический бактериальный простатит. Обследовались пациенты, соответственно, российским и европейским стандартам обследования пациентов с хроническим бактериальным простатитом. При оценке клинических проявлений у всех пациентов регистрирован болевой синдром. У третьих пациентов симптомы нижних мочевых путей и вегетативные нарушения. И небольшой удельный вес среди клинических проявлений составляли сексуальные нарушения. При бактериологическом исследовании у всех пациентов была выявлена микс инфекция, представленная в основном представителями энтеробактерий, коринобактерий, каулаза отрицательных стафилококков и наибольшую степень было выявлено микросредиальные анаэробные бактерии. При микроскопическом исследовании секрета предстательной железы отмечено наличие неактивных нейтрофилов с дефектом фагоцитоза. При электронной микроскопии мы видим незавершенный фагоцитоз и дефекты абсонизации микроорганизмов. При иммуноферментном анализе секрета предстательной железы мы видим выраженное повышение уровня интерлекинов 1 и 8, умеренное повышение интерлекина 6 и уровень интерлекина 4 практически не изменялся. Также при иммуноферментном анализе мы видим иммуноглобулин G, что свидетельствует о хроническом воспалительном процессе. При трансректальном доплерографическом исследовании предстательной железы выявлены гемодинамические нарушения как по капсулярным, так и по уретральным артериям. Степень нарушения гемодинамики в предстательной железе была прямо пропорциональна уровню повышения интерлекинов в секрете предстательной железы. Таким образом, у пациентов с рецидивирующим хроническим бактериальным простатитом в секрете предстательной железы превалируют микроорганизмы, ранее относящиеся к дискутабельным и теопатогенетическим агентам рецидивирующего хронического бактериального простатита. Полученные данные свидетельствуют о повышении концентрации провоспалительных цитокинов уровня интерлекинов 1 и 8 в секрете предстательной железы у пациентов с хроническим рецидивирующим бактериальным простатитом, которые, возможно, могут быть использованы в качестве прогностических маркеров тяжести течения хронического бактериального простатита. Наличие повышенного уровня иммуноглобулина G и низких уровней иммуноглобулина А и М в сочетании с фагоцитарной недостаточностью свидетельствуют о наличии хронического персистирующего инфекционно-воспалительного процесса в ткани предстательной железы. Полученные обстоятельства требуют поиска альтернативного подхода к лечению хронического бактериального простатита. Благодарю за внимание.